Книжка уникальная. Была она выставлена в открытый доступ на торгах. Книга имеет замечательную историю. Ее спас отец, вот как раз продавца этой женщины, в Великую Отечественную войну. То есть на месте разрушенной церкви находилась эта книга. Артем Шмелев рассказывает о часослове 1652 года. Книга почти в идеальном состоянии. Во сколько она обошлась, оставил в секрете, но коллекционировать такие произведения – занятие дорогое. Старинные книги Артем, историк по образованию, собирает с 7 класса, более 15 лет. Для таких книг нужен специальный режим, потому что они все ветхие. И я сотрудничаю со специализированной организацией, которая с удовольствием мне помогает, размещает у себя мою коллекцию. В его коллекции более полусотни книг, но лишь часть из них сегодня увидели школьники и студенты. Если удастся договориться о правильном хранении, старинные издания, в основном церковного содержания, останутся в ВУЗе как минимум на неделю. Многие студенты, историки, лингвисты, филологи смогут их посмотреть в дальнейшем, изучать. И на основе этого написать, возможно, курсовую, выпускную, квалификационную работу. Кстати, по словам священника Константина Метельницкого, во второй половине 20 века столичные ученые находили на Алтае уникальные произведения 17-18 веков, которые в европейской части России просто не сохранились. Николай Николаевич Покровский нашел самый полный судный список Максима Грека. То есть это просто потрясло всех, когда это было найдено. А между тем коллекционер Артем Шмелев в погоне за очередной находкой. Говорит, мечтает ее заполучить и, возможно, позже представит студентам, которые очень ждут близкого контакта с текстами, написанными благодаря основателям славянской письменности Кириллу и Мефодию. Такая у нас жаркая битва за всего лишь один листочек 16 века. На сегодняшний день последняя ставка 500 рублей, окончание торгов завтра, но завтра вполне вероятно эта сумма вырастет в разы.